приветствую всех на моем канале сегодня будет небольшой такой анбоксинг заказывал батареечку на свой смартфон вот моя первая батарейка телефона уже практически два спана года и как бы уже батареечка то не держит именно это батарейка выдерживает при таком нормальном пользовании на день может быть хватает и все как бы число на 12 то есть разряд очень большой как видите емкостью нее 460 миллиампер час батарейка это с телефона dns с 4502 но есть китайский аналог вернее это на самом деле и есть китайский телефон inos d9 именно с этого телефона я и заказывал батарейку как утверждают китайцы это оригинал посылка шла мне чуть больше месяца 8 августа я заказывал и 11 сентября пришла нами здесь пакете пупырышки здесь немного тоже упаковали в пупырышках и самом полиэтилене визуально кажется мне что батарейки немного разные сейчас распакуем так сравниваем толщина одинаковая здесь inos правильное название этого телефона запах сразу конечно чувствуется сильный сильный запах такой пластмассы непонятный ну и емкость аналогично 4 160 как и на том и 37 вольта что тут на китайском написано я не знаю сейчас проверим сколько есть заряда в этой батарейки не помню по моему я читал про эту батарейку что у нее налить и полимерная не знаю итак напряжение 3 и 8 вольта то есть по идее батарея у нас полностью заряжена вот не знаю на самом деле сколько я читал информации про литий-ионные батарейки как бы и сейчас тоже посмотрел информацию что литий-ионные в принципе эффекта памяти не имеют но как оказалось перезаряжать эти батарейки и полностью разряжать не рекомендуется я же в принципе когда использовал вот эту батарейку у меня был телефон практически всегда на зарядке потому что телефон не нужен был для работы в машине и автомобильная зарядка была постоянно к нему подключена естественно последствии гнездо испортилось на телефоне но не об этом как бы не знаю на самом деле плохо это или хорошо если как бы знаете ответ на этот вопрос то пишите свои комментарии почитаю как бы батарея новая и не хочется ее убить очень быстро ну в принципе как бы новое когда телефон и только купил батареи мне хватало дня на 3 примерно такого нормального активного использования дня три у меня держал вот и как заявляет китаец батарея это оригинальная не знаю на самом деле как проверить оригинальность этой батареи ну надпись да и нас здесь здесь нету надписи на здесь просто маркировка батареи в общем цена цена за которую я покупал эту батарейку 662 рубля сейчас вот на 14 сентября 15 года эта батарейка стоит у этого продавца 600 97 рублей цена у него варьируется я смотрел много разных вариантов по цене батареек и в принципе я выбрал такое более менее средняя просто у продавца очень хороший рейтинг и плюс продавец заявил что батарея оригинальная так что ссылочку на батарейку у кого такой смарт я выложу в описании под видео также сделаю аннотации ссылочкой ну что ж установил я эту батареечку ну уже свой смартфон вот как видите у нас стоит после первого запуска выдал мне телефон ошибку безопасным решим режиме он зашел и лаунчер мой который сейчас меня стоит он не запустился запустился родной лаунчер заряд батареи как мы на вольтметре проверяли принципе вольтаж был 38 насколько я помню и заряд батареи 38 процентов то есть как я уже проверил на сайте dns где и покупался этот телефон эти аккумуляторы они литий-ионные то есть насколько достоверные источники из интернета перезаряжать и разряжать в ноль их нельзя и на сайте опять же заявлено что смартфон в режиме разговора работает 13 часов и когда использовал вторую вот эту батарею с сломанного смартфона мне в принципе активного пользования на световой день абсолютно хватало то есть на 15 даже часов можно сказать мне его хватало то есть я ставил на ночь на зарядку часов там три-четыре часа заряжалась батарея и хватало в принципе достаточно это уже поменьше это более сильно изношенная поэтому все равно вопрос как бы остается открытым можно ли перезаряжать эти батарейки и насколько сильно убьет их и что сейчас делать 38 процентов заряд нужно ли зарядить его до конца или нужно разрядить и потом зарядить или разрядить нужно а потом зарядить то есть насколько я правильно все выяснил в интернете эффекта памяти у этих аккумуляторов нет и разгонять их не требуется просто я даже когда его купил я просто зарядил до конца и все и пользовался я его не разряжал не заряжал до конца в общем кто в курсе кто знает пишите пожалуйста в комментариях ну и ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем спасибо всем пока спасибо спасибо Продолжение следует...